Работа на докторской диссертации для полковника Владимира Корика началась после встречи с биологом Эрнстом Титовцом. Опытного военного врача заинтересовало это направление с точки зрения хирургии, в частности в определении жизнеспособности тканей тела после огнестрельных ранений. Первичная хирургическая обработка подразумевает операцию и удаление всего нежизнеспособного. Но, к сожалению, строение раневого канала очень сложное, мозаичное и четкой границы между зонами нет. И чаще всего приходится работать, учитывая опыт хирурга и руку, глаз. Чтобы максимально сохранить здоровую плоть во время операции и избежать возможных осложнений, Владимир Корик предложил простой и в то же время революционный подход определения точных границ живой ткани. Кроме того, создал прибор, позволяющий производить такую диагностику. Можно приставить датчик и сказать, ткань живая или не живая. Вот эта цель была нашей работой. Страна не воюющая, к счастью. Огнестрельных ранений не так много у нас. Поэтому, прежде чем начать работать с огнестрельной раной, мы решили посмотреть это прежде всего на той патологии, которая много. Это патология органов брюшной полости. Прежде всего, перитонит. Более пяти лет упорного труда, сотни операций и несомненный успех. Казавшиеся в начале пути неоднозначными результаты кропотливой работы уже сегодня приносят пользу больным. Сейчас несколько приборов есть в городе. Люди начинают мерять, как происходит заживление ран, язв трофических. Даже те же стволовые клетки. Подсаживают и смотрят. Дыхательная активность увеличивается. Значит, рана пошла заживление. Занявшись изучением дыхания на клеточном уровне, Владимир Корик открыл сразу несколько направлений для исследования в смежных областях хирургии. В ближайшее время гипотезы выльются в еще несколько научных работ. Сергей Чураков, Наталья Гаврусик, Николай Певец, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».